Максим Кембриев Как не стать жертвой мошенников и кто чаще всего попадается на удочку? Лето проводим с пользой. В детском лагере «Мечта» работает студенческий отряд. Работа в принципе тоже нормально. Чем занимаются ребята и почему считают такой опыт бесценным? Красивая инициатива. В 7-м микрорайоне местные жители сделали апгрейд трансформаторной будки. Решили сделать вот эту красоту, потому что из балкона выходишь, смотришь и как-то немножко скучно, мрачно. И мы решили сделать какой-то для себя позитив. Кто автор художества и что сподвигло взять в руки кисти? А также вам письмо из налоговой, вступительная компания и следующая остановка аэропорта. Железная дорога напрямую свяжет два крупнейших транспортных узла страны. ЖД вокзал в столице и национальную воздушную гавань. Сколько будет километров новых путей и когда сделают проект? Здравствуйте, вас беспокоят из банка. Проблему кибербезопасности сегодня обсудили на красном пищевике. Встреча прошла в рамках единого дня информирования. Правоохранители рассказали о самых популярных схемах мошенников. Общего портрета потерпевшего нет. Ведутся не только пожилые люди. Все эти киберворов попадают и молодые, от 35 лет и старше. Как правило, те преступники, которые нами находятся, это наши граждане. Но много преступников находится за границей и наши граждане доверчивые. Все-таки дают свои номера телефонов, свои паспортные данные, что позволяет преступникам похитить их деньги, ценности. Статистика преступлений, к сожалению, быстро растет. По итогам 2020-го на территории республики зарегистрировано свыше 25,5 тысяч случаев. В области более 2 тысяч. Один из самых доходных видов – фишинг. Гражданам в социальных сетях, мессенджерах, форумах отправляются сообщения якобы от имени друзей или администрации сайта с сложением ссылки, где просят заполнить реквизиты банковской карточки. Парковка запрещена. На социалистической появились сигнальные столбики. Еще в июне на участке от улицы Карла Липнета до Московской сделали островки, свободные от машин. А буквально недавно один из них усовершенствовали гибкими дорожными элементами. Данный тип инженерных мероприятий применяется для исключения технической возможности остановки либо стоянки транспортных средств в местах, где это запрещено правилами дорожного движения. В будущем они появятся и в других частях города. Сигнальные столбики изготовлены из эластичных полимеров, поэтому легко сгибаются и при наезде не повреждают машину. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 1738 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Все с начала пандемии заразили 466 948 человек. В Турции 6 сентября будут введены новые ограничения из-за коронавируса. При покупке билетов на самолет или автобус необходимо предоставить тест с отрицательным результатом. Невакцинированных также не будут пускать в кинотеатры, концертные залы, кафе и рестораны. Возможно, это коснется не только местных жителей, но и приезжих. Жатва 2021, дорога в аэропорт и температурный фон. Предстоящие уходные в Беларуси будет тепло. Падет ли дождь? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Железная дорога напрямую свяжет два крупнейших транспортных узла страны – ЖД-вокзал столицы и Национальный аэропорт. По проекту магистраль пройдет по уже существующему пути от станции Минск-Пассажирский через колодище до станции Городище. Отсюда построят 18 километров новых линий вдоль трассы М-2. На разработку проекта понадобится примерно 24 месяца. Вся дорога будет занимать 32 минуты. Министерство по налогам и сборам начало рассылать автовладельцам уведомления об оплате платежа. Их получат все, на кого до 1 июля 2021 зарегистрировано транспортное средство, у кого есть личные кабинеты на сайте ведомства, уже получили электронные письма. Напомним, в следующем году водителям нужно будет перечислить бюджет 29 рублей. В ВУЗе Беларуси на все формы получения образования зачислено более 48 тысяч абитуриентов. Практически треть учреждений либо возобновили прием по профессиям, или открыли новые. Порядка 26,5 принято на бюджет. На платную – 22 тысячи. Самые большие конкурсы были на специальности стоматология в медуниверситете, дизайн в Гродненском имени Янки Купалы и в БГУ. Белорусские аграрии практически завершили жатву. Осталось всего 6% площадей. Заветную миллионную планку перешагнула Гродненская область. Традиционный лидер. В тройку лучших также входят Минская и Брестская. На счету остальных – от 700 тысяч и больше. Урожайность в этом году ниже из-за засухи, которая пришлась на период созревания. Предстоящие выходные в Беларуси будет тепло и дождливо. По словам синоптиков, сейчас температурный фон находится в пределах нормы и составляет 14-19 градусов. В начале следующей недели южная часть страны будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, который сместится с юга-запада Европы. Лишь по южной половине республики пройдут осадки. Первый заработок и активный отдых. 39 отрядов, 499 человек. Такой трудовой десант бобруйских учащихся работает этим летом. На самых разных объектах. Например, в детском лагере «Мечта» ребята помогают поварам на кухне. Одни нарезают овощи, фрукты, другие разносят и убирают еду. О том, как зарабатывают ударники и почему многие лета без тут отрядов не представляют, расскажет Ольга Васенда. 16-летняя Вероника Тришина решила летом зря времени не терять. Пришла и записал в студенческий отряд. Учится в торгово-экономическом колледже. Сейчас завершается ее вторая трудовая смена. Место работы – лагерь «Мечта». Коллектив большой и дружный. Старшие коллеги помогают, где-то подсказывают. Девушка не только деньги зарабатывает, но и опыта набирается. На вторую зарплату устроила себе шопинг. Хватила и на подарки родителям. Мы помогаем отдыхающим от этого лагеря накрыть столы, помочь каким-то рабочим. Ну так, по мелочи. У нас тут детей много, поэтому работа в принципе тоже нормальная. Кроме Вероники в лагере трудятся еще семь человек. Все они из одного колледжа, поэтому дни проводят весело и с пользой. В мечте всегда рады молодым людям. На каждой смене работают студенческие бригады. Во-первых, это очень большая помощь мне в формировании персонала, кухни и уборщику помещений, так как, как правило, сюда неохотно идут люди убирать, поэтому это очень большое подскоре мне. Медицинский, строительный, сервисный, педагогический, экологический, производственный. Всего этим летом в Абруйске создано 39 отрядов, а это 499 человек. Зарплата зависит от выработки и сложности объекта. Неоценимым останется опыт. Итоги семестра подведут в октябре. Тогда же и наградят лучших. Отрадно отметить, что два студенческих отряда из числа учащихся Бабруйского государственного механико-технологического колледжа приняли участие в двух республиканских проектах. Это республиканский проект Толочин. Ребята трудились по сбору ягод. И республиканский проект Город молодости. Ребята работают на втором энергоблоке. Третий трудовой семестр завершится в конце сентября. А вот ребята из мечты прощаются с лагерем. Ровно на один год. Четвертая смена подошла к концу. На торжественной линейке награждают самых активных и талантливых. Лето говорит «До новых встреч». Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360. Повторение «Мать учения» сотрудники МЧС отправились на школьный базар. С покупателями вспомнили правила безопасности. По стране продолжает шагать акция в центре внимания дети. Формат сегодняшней встречи – игра. Спасатели помогали ребятам выучить номера телефонов экстренных служб, а также шаги действия во время ЧП. В подарок – раскраски, наклейки, буквари. Школьникам мы напоминаем, как же вести себя правильно, если ребенок остается один дома. Ну, а зачастую, конечно же, школьники дома остаются после учебы одни, поэтому важно знать, как пользоваться электроприборами, что делать в случае, не дай бог, пожара, как правильно вызвать и позвать на помощь и так далее. Что тебе подарили? Разукрашку про пожарных. А что ты знаешь про пожарных? Они тушат пожар и помогают людям. Еще один способ обучения – компьютерная игра. Можно выбрать персонажа и попытаться вместе с ним справиться с бедой. Напомним, первый этап акции завершится 31 августа. 1 сентября начнется 2-й. Работники МЧС начнут посещать школы. В программе – интерактивные квесты, плановая эвакуация. В завершении – единый день информирования 10 числа. Красивый горный край в 7-й микрорайоне, трансформаторная будка превратилась в произведение искусства. Автор – художник из народа Марина Гавриленко. Так женщина решила разбавить себя раздней. Муж в начинаниях поддержала, теперь соседи, да и просто прохожие, наслаждаются пейзажем. Хотели, конечно, заняться балконом, но на балкон у нас не было возможностей таких больших. А решили сделать вот эту красоту, потому что из балкона выходишь, смотришь, и как-то немножко скучно, мрачно. Мы решили сделать какой-то для себя позитив. Для Марины рисование хобби в создании шедевра помогла жительница соседнего дома. Многие знакомые открыли для себя женщину с другой стороны. Есть и заказы, но менять профессию в планах нет. Пока. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова